Аманат, наверное, скорее всего, это и подразумевает, что что-то оставить нашим будущим поколениям. То, что нам повезло, то, что мы живем в Республике Казахстан, это, наверное, такая гордость. И на самом деле, даже сын говорит, папа говорит, вот мы и живем, хотя есть страны, где, будем говорить, нет такого обилия полезных ископаемых, нет такого обилия и количества земли, как в Казахстане. Только надо иметь желание для этого, чтобы это все воспроизвести и оставить нам будущему поколению. Сегодня, это, наверное, такие поручения и глава государства дает, и правительство, и парламент поддерживает эти все моменты. Сегодня, работая в крестьянском хозяйстве, я вижу, какие идут субсидии. Благодаря этим субсидиям мы вкладываем финансы в приобретение новой техники. Сегодня глава государства, по своему посланию, сказал, что надо увеличить орошаемые земли. В этот период своей деятельности я, будем говорить, 90 гектаров, сейчас увеличил до 450 гектаров орошаемых земель. То, что сегодня немаловажно. И сегодня наша Караганда, она процветает. Сегодня мы, естественно, наши будущие поколения, наши дети, наши дальнейшие внуки, они увидят, конечно, здесь достаток и благополучие. То есть в этом константе, я думаю, что все-таки Казахстаном будущее есть.